23 февраля 2015 года в 18 часов 10 минут на улице Пашковского и улице Мерзляка в городе Мариуполе сотрудниками специальной группы быстрого реагирования, в состав которой входили сотрудники спецподразделения «Сокол», сотрудники ГАИ, был остановлен автомобиль марки «Део Сенс». В это время с автомашины прозвучали выстрелы, все три сотрудника спецподразделения «Сокол» получили огнестрельное ранение в область головы. Те люди, которые находились в автомобиле «Сенс», покинули автомобиль и приняли попытку скрыться. Те сотрудники милиции спецподразделения «Сокол», которые по своим физическим возможностям смогли преследовать, будучи ранеными преступников, на расстоянии где-то около 500 метров, продолжали преследование преступников и поразили их, одного из них, из автоматического оружия. Но в связи с тем, что утратили значительное количество уже крови и преследовать дальше не могли, остались у тела погибшего преступника. Одному из лиц, которых оказал вооруженное сопротивление работникам подразделения «Сокол», удалось скрыться. В ходе осмотра места происшествия уже было обнаружено оружие. У погибшего пистолет, признаначенный для стрельбы, для бесшумной стрельбы. В ходе осмотра возможного пути отхода преступника было обнаружено еще один пистолет. В ходе осмотра уже автомобиля, в автомобиле была обнаружена сумка, большая дорожная, в которой было обнаружено значительное количество взрывчатых средств, приготовленных уже к установке. Со слов предварительных, со слов экспертов, взрывотехников, данное устройство изготовлено на основании аммонита. Приводилось, могло привестись в готовность и использоваться путем подачи электропитания. На время данное взрывное устройство направлено проводится экспертиза. Сотрудник подразделения «Сокола» один погиб на месте, двое других доставлены в городские больницы города Мариуполя. Им оказана необходимая помощь и состояние сейчас, на данное время, уже стабильное. С целью розыска преступников, которые совершили вооруженное нападение на работников милиции, с 18 часов 10 минут и до настоящего времени, до 10 часов утра, проводится мероприятие. Город полностью перекрыт сотрудникам милиции. На розыск и задержание его задействовано порядка 200 сотрудников милиции, 90 человек сотрудников спецподразделения «Сокол», сводный отряд, который несет службу в Мариуполе, и более 100 человек сотрудников непосредственно городского управления милиции города Мариуполя и главного управления МВС Донецкой области. Да, в настоящее время преступник пока не задержан, но установлены его полные данные. Что можно сказать о личности преступника, который совершил убийство сотрудника милиции? Фамилия у него Гриненко Игорь Николаевич, 86-го года рождения, житель города Мариуполя. Известно, что он занимался с детских лет страйкболом. Также уже на данный момент имеется оперативная информация, что он проходил подготовку в школе диверсантов в Ростовской области. В настоящее время проводится весь комплекс необходимых мероприятий по его задержанию. Предполагаем, что он при попытке скрыться был ранен и может обратиться в одну из больниц города Мариуполя либо в ближайшие больницы, расположенные в районе города Мариуполя. Хочу выразить искренние соболезнования родственникам погибшего сотрудника милиции. У него осталась жена и остался ребенок, которому на данное время один год и два месяца. Я думаю, милиция Донецкой области предложит все усилия свои, будет помогать семье и растить этого ребенка до его совершеннолетия. Можно сказать, что сотрудники милиции Донецкой области совершили своего рода подвиг. Сумка была полностью набита сырчатыми средствами, приготовленными для непосредственного уже использования. И преступники оказали ярое сопротивление, потому что знали, что у них находится в машине. Пришлось бы их рассказать о тех задачах, которые им поставили, и о том объекте, который они хотели уничтожить. Поэтому благодаря работникам милиции, погибшим, раненым милиция Донецкой области предотвратила террористический акт на территории города Мариуполь.